Друзья, всем огромный привет из Польши! Сегодня мы идем в необычный магазин, который я называю магазин для особенных в Польше. Это магазин Selygros. Почему он особенный? Потому что в него вы можете попасть только имея определенную карточку, то зарегистрировавшись на сайте, либо можно при входе тоже зарегистрироваться, там есть такая брамка, через которую вы проходите, и можете там зарегистрироваться и сразу же получить вдруг Ивану эту карточку. Мы сегодня с вами пройдемся, посмотрим, какие здесь цены. Вообще этот магазин вроде бы как для каких-то бизнесменов, потому что здесь можно много чего купить для бизнеса. Дальше я вам, конечно же, покажу. Для ресторанов также. Недалеко от входа вот такие были велосипеды на разные возраста. Конечно же, мы остановились и присмотрелись к некоторым велосипедам. Можно купить разные инструменты. Если вы занимаетесь строительством, то в этом магазине вы можете получить хорошую скидку. В принципе, здесь достаточно низкие цены. Вот я для себя даже устройство вот такое присмотрела. Кольцевую лампу очень даже неплохо. Почему бы и нет? Как вы считаете, нужно ли мне подсвечиваться? В общем, папочки какие-то. Если у вас офисы, вам нужно как-то организовать пространство, организовать какие-то полочки. Здесь для другарки, в общем, для кассового аппарата также бумага. В общем, все-все, что нужно для бизнеса. Вот такие разные таблички здесь. Заказ там входа и так далее. Понятное дело, очень даже сейчас актуальные про маски. То, что нужно одевать, как их одевать. В общем, разные такие таблички. Если вам нужно ваше заведение, то вот можно. Здесь также можно разные организационные контейнеры купить. Вот, в общем, много-много всего. Здесь мы находимся, получается, в отделе канцелярии. Здесь разного разных отделов на вкус и цвет. В общем, это просто обычная бумага. Вот, пожалуйста, ценники я стараюсь снимать поближе. Некоторые цены дешевле, некоторые, в принципе, знаете, во всех магазинах определенный барланс существует. Но если ты берешь здесь оптом, то имеешь небольшую скидку. Также я заметила, что здесь можно купить вот такие свечки, которые также в Икеа мы можем взять. Очень интересная организация для организации обуви, кстати. Неплохой вариант, как вам, кстати, 21 злотый стоит. Здесь нужно смотреть на цену и, в общем, присматриваться. Что вам выгодно, то и покупать разные антисептики. Здесь вот такая вот я увидела табличку, знаете, которая вывешивается обычно перед каким-то рестораном для того, чтобы показать, что у вас там в меню там тот-то-то, например, журок. И вот такая табличка, на которой вы мелком какое-то название пишете. Вот, в общем, такая вот у нее цена, 1130 злотых, можно так сказать. Вот. Также можно вот такую табличку купить, также вывешивать меню, либо какие-то планерки. Здесь у нас вот этот жгут. Я, кстати, искала его на Allegro. Ну, так и не купила. Вот, возможно, можно и здесь купить. Почему бы и нет. В общем, разные стикеры. Вот, пожалуйста, за большую-большую упаковку 30 злотых. Разные степлеры. Вот такие вот, как брелочки для ключей, например, если вам нужно организовать. Если у вас много кабинетов или каких-то, в общем, закрывающихся кабинетов, то можно взять такие брелочки. Здесь у нас ручки тоже можно оптом покупать большое количество. Ну, и вообще, в принципе, разная-разная канцелярия. Сейчас, куда это я пришла? Чуть не знаю, куда это я пришла. Что я смотрю? Что я смотрю? Это что у нас? Ага, это у нас какие-то... Холодильник, да? Это холодильник. Я уже забыла, что это у нас было. В общем, это холодильник. Вот такой вот. Кстати, наш холодильник я бы тоже хотела поменять, поэтому сейчас отхожу, присматриваю. В каждом магазине смотрю на холодильники. Также вот такие устройства для приготовления еды. Если вам нужно, например, на вашу кухню, если вы открываете кафе, либо даже домой можно, почему бы и нет. Разные выпекарники. Также пылесосы. 155 злотых вот, пожалуйста. Нужно смотреть, конечно, на мощность, чтобы он был достаточно хороший и мощный. Но вот на вкус и цвет. Вот такая фритюрница. Кстати, поляки очень сильно любят картошку фри. Просто вообще чуть ли не с пеленок ее начинают есть. И можно вот такое приспособление купить. Также есть разные упаковочные коробки. Если вы занимаетесь упаковкой или еще что-то, либо вообще просто для организации, то можно разные упаковки. Это, кстати, упаковки у нас от пиццы. Поэтому я вам и хотела обратить внимание, что вот, пожалуйста, упаковки для пиццы. Также разные соусницы. Тоже вот такие вот большие объемы для того, чтобы, если, например, какое-то кафе, либо какая-то быстрая забегаловка. Также обувь, вернее, не обувь, а, в общем, убрание повара тоже. Вот. Разные специи и упаковочные. Вот здесь вот, что тут у нас, пепельницы есть на стол, да, нужно сахарницы разные вставить. Это у нас такая, как папочка для меню. Тоже вот, пожалуйста, 15 злотых. Если вам нужно для вашего кафе, ресторана, то вот в этом магазине можно это все купить. Представляете, я раньше даже не знала. Но это вот такое вот меню можно купить и самим вставить туда свои фотографии. Здесь разные разделочные доски, также ножи. Разные корзиночки для того, чтобы подавать людям приборы. Вот такие разные для льда контейнеры. В общем, все-все для кухни. Вот такие большущие кастрюли. 300 злоток практически почти стоит, да. Большущая такая кастрюля, если вы там что-то готовите, приготавливаете, вот, пожалуйста, можно купить. Вот такие емкости, которые обычно в общепитах разных тоже постоянно можно увидеть. Вот, пожалуйста, здесь их можно купить. Вот, пожалуйста, 27 злотых практически и вы можете быть в кафе. Вот такая огромная классная штука вафельница. Я прям присмотрелась на такая мощная, тяжелая была, прям вообще крепкая-крепкая. Разные сольницы огромные для того, чтобы сразу же большими объемами руководствоваться. Здесь разные упаковочные принадлежности были. Также, например, стаканчики одноразовые, также одноразовые какие-то контейнеры для переноски либо доставки еды. Здесь вот такая большая-большая упаковка риса будет, пожалуйста, 75 злотых за 10 килограмм, сколько это было, по-моему. Вот такие огромные упаковки разных специй. Если вы держите ресторан, ну и, в принципе, даже для нас, для семьи, для обычной, например, если мы любим чеснок, то можно купить в сушеном виде целый килограмм, либо лавровый лист, это даже, в принципе, выгодно. Если у вас есть где хранить, да, большой дом либо, большая квартира, где место позволяет, то почему бы и нет. Здесь я зашла в овощной отдел, здесь также можно купить в больших-больших каких-то объемах, хотя вот я увидела маленько. Кстати, я взяла буровку здесь, и буровка стоила дороже. Я уже не помню, сколько она стоила. Так, давайте посмотрим, где-то я интересно покажу ближе цену. Цену, пожалуйста, покажите мне ближе. Вот такая большая-большая упаковка. Не скажу, что я прям совсем довольна, оказалось. У нас в магазине ее можно купить дешевле. Вот такие вот разные, в общем, разные виды фасоли, как я вижу, горошек, морковка такая маленькая, мне нам приглянулись. И, естественно, я обратила внимание, конечно же, на горошек. Это прям вообще деликатес среди зимы, среди весны, которая прям не хочет нас греть теплом. Вот такие огромные куски лосося, огромные рыбы можно купить. Также здесь были какие-то и биопродукты, прям биоотдел. Вот, пожалуйста, разный сахар, кокосовое масло также можно было купить. 20 злотых, вот, пожалуйста, огромная такая банка. Не знаю, насколько оно качественное и органическое. Ну, вот такие вот, кстати, леденцы, пожалуйста, 37 злотых, огромная пачка леденцов, и можно выдавать дозированно для своих детей. В общем, магазин очень большой, очень огромный, огромнейший выбор. Если вам будет интересно посмотреть... Вот, кстати, вот, смотрите, какая большая упаковка, вот такого вот капучино, разными-разными вкусами. Обычно оно продаётся в маленьких упаковках, и вот такую большую упаковку можно купить капучино по достаточно выгодной цене, и почему бы нет. Если вы любите вот такой растворимый капучино, знаете, в Польше вот эти пакетики продаются, то можно взять вот такие. Кстати, увидела огромные питы вот эти, которые только что были. Боровка. Это просто мечта моя. Съесть целую банку, то это баровки. Это прям вообще... Когда я буду такая богатая, что я себе позволю 30 злотых купить эту баровку, обязательно буду её есть в прямом эфире. Боровку. Мёд. Смотрите, в каких огромных тарах. Правда, в пластике. Не знаю, насколько этот мёд качественный, но, по крайней мере, вот в таких больших тарах закупается это всё, и потом, в принципе, мы заказываем еду на вынос. Можно, в принципе, ознакомиться и посмотреть. Как я поняла, что многие предприниматели закупаются в этом магазине. Здесь можно также... Вот орешки вот эти вот, кстати, классные. Можно делать из него молоко. Мне нравятся такие магазины, где можно вот в таких больших дозах купить майонез. Ребят, смотрите, какой майонез. Дайте мне лайк, пожалуйста, и дайте знать в комментариях, кто любитель майонеза. Вот, пожалуйста. И, кстати, многие фирмы, многие производители, они... Здесь же можно купить нормальную упаковку, как мы видим её в обычном плане, там, бедрунке. Здесь же рядышком, как бы, типа миниатюрка, которую мы привыкли видеть, и большой-большой объём сразу же. Вот, пожалуйста, томатная паста, да. Обычно мы маленькую покупаем, а здесь вот в таких вот огромных объёмах. Если у вас ресторан, либо кафешка, либо забегаловка, конечно, это выгодно, потому что вы просто не напасётесь, и это, в принципе, достаточно неэкологично иметь там 10 банок по 200 миллилитров, либо взять большую-большую там банку, там сразу себе там нельзя 10 или 10 литров, например. Вот, порошок также, разные чистящие средства также в большом объёме здесь, в этом магазине тоже можно было купить вот такой вот большой-большой выбор. Также, понятное дело, и обычные шампуни были. Как я поняла, что данный магазин Цельгросс был в последнее время, он был, в общем, закрытый. То есть, здесь действительно могли закупаться только предприниматели, если вы имеете какую-то дилальность и так далее, на вас открывалась эта карта. Сейчас же практически любой желающий, поэтому избранным человеком, магазин для избранных вы тоже можете посетить, даже если у вас нет какой-то своей какой-то деятельности. Просто нужно прийти и зарегистрироваться, никаких дополнительных документов, в принципе, не нужно. Ну и вот, пожалуйста, вот такой вот выбор. Если будут более подробные, интересные какие-то отделы, то пишите мне, но, в принципе, как информация, потому что обычно в Ашане можно тоже купить большие объёмы, там, мейнезе, большие объёмы масла и так далее. Но вот, пожалуйста, вам ещё один такой магазин Цельгросс. Это тот магазин, который раньше был закрыт, но я думаю, что в связи с разными пандемиями, то он просто вынужден был раскрыться для большей аудитории, для того, чтобы больше людей могло закупаться. Ну, как мне кажется. Вот. Большие упаковки макарон. Если у вас есть где хранить, если вы живёте, как ещё раз скажу, в большом доме, почему бы и нет? Можно закупаться. Для любителей макаронов разные спагетти. И вот такая вот мне понравилась паутинка, кстати, для детей. Также большущие-большущие мешки муки. И мы зашли немножко дальше, и я увидела, что здесь также есть разные веганские продукты, что не может не радовать. Конечно, не в таких объёмах, но сам факт, что можно купить, что-то покушать. В общем, тофу в огромных количествах. Тофу, в принципе, не только добавляется в веганские какие-то продукты, да, но и какие-то другие рецепты. Также веганские разные сосиски тоже и всякие-всякие вкусняшки. В общем, выбор большой. Также йогурты, разные сыры веганские на вкус и цвет. Я даже такого разнообразия иногда раньше даже и не видела. В общем, как-то так. Так что выбор большой. Выбор хороший. Кокосовый какой-то творог или что ли это. В общем, смотрите. Прикольно, да? Виды колбас. Я, в принципе, не за то, чтобы веганские продукты были похожи на мясные продукты. То есть у меня нет такого пунтика, что я скучаю по мясу и мне хочется съесть сосиску, но я не ем мясо, поэтому я съем непонятно что. Но, в принципе, иногда такое вот просто как новое блюдо попробовать, почему бы и нет. На этом, друзья, я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что сегодня были со мной, что посмотрели это видео. Поддержите меня пальчиком вверх с комментарием. Если вам было полезно это видео и вам понравилось поболтать и пообщаться со мной, я буду ждать обратную связь от вас. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. До встречи, конечно же, в Польше.